Владимир Алексеевич 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 Я еще раз подчеркиваю, что никто из нас вообще не застрахован от того, что мы сейчас выйдем, сядем в такси и не окажемся в каком-то стационаре. Вот в чем проблема. И состояние этих стационаров и оказание этой помощи – это то, что нужно вообще всему государству нашему. Относительно того, кто этим занимается, ну, конечно, не из скорой помощи. В 1962 году при его поддержке создана первая противошоковая операционная. В 1982 году по инициативе профессора Селезнева открыто первое в СССР отделение сочетанной травмы. В 1980-е годы все было понятно. Технологическая революция, стали оперировать всех подряд в ближайшее время, старались сделать за короткий промежуток времени максимально большое количество операций. Результаты подобной немедленной всеобъемящей помощи оказались плачевными. И Ганноверская школа еще придумала вот эту тактику, хирургическую тактику дэмидж-контролла, которую все вспоминают. Именно об этапности оперативного пособия, проведении реанимационных мероприятий между этапами лечения и программировании повторных операций. По сути, сделала условия, ну, революционные условия в лечении сочетанной травмы. Теперь такой еще момент относительно бальной оценки тяжести травм. На сегодняшний день предложена масса шкал. Это я привел там, ну, буквально там несколько всего видов шкал по классификации. Еще есть масса шкал, которые придумали в клинике, предложили в клинике военно-полевой хирургии и так далее. За рубежом, как правило, используется шкала СС, у нас используется масса других шкал. Мы, к сожалению, я не могу уж прям так категорично заявить, но все-таки хотел бы сказать, что мы, к сожалению, используем разные шкалы. И все мы, находясь в одной стране, разговариваем иногда на разном языке или, по крайней мере, на языке с акцентом каким-то. Вот основные шкалы, которые применяются, информативность их достаточно высокая. И, конечно, желательно в такой аудитории договориться об использовании буквально нескольких шкал, как мне кажется, а не применение разных шкал в разных учреждениях. АСС – это самая известная шкала. Вот здесь приведены ее, в принципе, данные, как ее использовать. Она достаточно активно используется за рубежом. А у нас используются шкалы, как я уже сказал, разные. Вот профессор Цибин предложил еще в 70-х годах бальную оценку шокогенности сочетанной травмой, заключающей в том, что берутся травмированные различные области, определяется бальность. И по сумме баллов определяется прогноз для жизни, сомнительный, положительный и отрицательный. Устанавливается степень выраженности шока и обратимость этого состояния. Обратимый, условно обратимый и необратимый. В 80-х годах под руководством профессора Кеера с авторами на основании критериев, Т-критериев, разработана была система лечебно-тактического прогнозирования при сочетанной шокогенной травме. И суть заключалась в этой разработке в том, что прогноз вероятных исходов и течения травматического шока не являлся никогда фактором постоянным. Понятно, после адекватного проведения операции, реанимационного характера и противошоковых мероприятий прогноз, как правило, менялся в какую-то сторону. И напротив, утяжеление течения травматического шока диктовало необходимость сокращения объема необходимых оперативных мешательств. На основании этого разработаны критерии прогнозирования оперативного лечения в остром периоде травматической болезни. То есть прогноз для оперативного лечения у пострадавшего был благоприятный, сомнительный, неблагоприятный. И, соответственно, применялся разнообразный оптимальный объем оперативных мешательств. Потом уже дальше клиницистами еще в 90-х годах разработана лечебно-тактическая классификация сочетанных повреждений. Но такое ощущение, что для военных было сделано все достаточно просто. Требующие операции экстренной, экстренной операции, требующие срочной операции пациента, требующие отсроченной операции и не требующие никаких операций. Вот так все расписано, достаточно просто, но в этой простоте тоже есть свои нюансы. Принципы, какие оказания медицинской помощи пострадавшей с тяжелой сочетанной травмой. Прежде всего, это золотой час, об этом все говорят, и это самое важное. Чем раньше доставим пациента, тем лучше будет результат. Второе – это люди, то есть необходимость использования хороших условий в стационаре и соответствующего подготовленного персонала. И стационар должен обладать соответствующей инструментальной базой. И третье – это ранняя диагностика характера и тяжести полученных повреждений и использование максимально ранее неинвазивных, малоинвазивных, современных инвазивных методик. Но главное – это, конечно, ресурсное обеспечение. Есть ресурс, будет хорошая хирургия, будет хорошее реанимационное обеспечение. Не будет ресурса – не будет ничего. Основные положения современной концепции лечения сочетанной травмой – это, прежде всего, расширение оперативной активности в сторону увеличения количества стабилизирующих мешачьих в ранних сроках, контроль и коррекция гемокоагуляции, прогнозирование развития тяжелых инфекционных осложнений, современная антибактериальная иммунотерапия, сепсис и химиотерапия, нутритивно-метаболическая терапия и проведение ранних реконструктивных операций в позднем периоде травматической болезни. Основа всего – это приоритет современного принятия правильных тактических решений для определения того, когда, какие и в какой очередности оперативные мешательства нужно выполнять. Разумеется, тактика демидж-контрол – это уже никто не обсуждает, это само собой разумеющееся. Какие нормативные документы используются? Прежде всего, постановление правительства 2013 года о повышении безопасности дорожного движения на вот эти вот сроки до 2020 года, приказ Министерства здравоохранения 2012 года о порядке оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными множествами и изолированными травмами, сопровождающими шоком, и наш региональный приказ Комитета здравоохранения. Где помощь оказывается? Это травмоцентр первого уровня и второго уровня. Вот суть на слайде представлена работы травмоцента первого уровня, состав хирургических бригад, то есть это самое полноценное медицинское учреждение, и травмоцентр второго уровня, где состав дежурной бригады входит хирург, анестезиолог и травматолог. Вот так выглядят травмоцентры в Санкт-Петербурге. 10 травмоцентров больших, из них 6 травмоцентров первого уровня, которые могут выполнять любые пособия. И вот так выглядит маршрутизация по сути пациентов и ответственность стационаров по Санкт-Петербургу за пострадавших на вот этой территории. Ежегодно получают лечение в травмоцентрах около 40 тысяч пострадавших с изолированными множествами и сочетанными закрытыми травмами и ранениями. Более трех тысяч в месяц. Частота сочетанных травм порядка 12% и доля закрытых сочетанных травм порядка 68%. Продолжительность догоспитального периода. В настоящее время в Санкт-Петербурге области маршрутизация выполнена очень хорошо, в моем представлении. По крайней мере, сделано все из того, что можно сделать в современных условиях. Вот посмотрите, если в 2013 году до одного часа в травмоцентр доставлялось порядка 60% пострадавших. Ну, это неплохие показатели. А до двух часов еще 40%. То есть, ну, практически все пострадавшие, большая часть их доставлялась в первые два часа. Это достаточно быстро. И, ну, по крайней мере, приемлемо. Тем не менее, динамика смертности практически не меняется. То есть, эти статистические показатели, они такие, ну, относительные и достаточно коварные. В принципе, приблизительно это порядка вот 9%. Сроки доставки пострадавших с сочетанной травмой, как я сказал, в течение золотого часа, ну, чуть больше золотого часа, это порядка 70%. Это хороший показатель. Теперь распределение пострадавших с сочетанной травмой в зависимости от вида их доставки в травмоцентры. Если посмотреть, к сожалению, нарастает доставка пострадавших общепрофильными бригадами. Реанимационными бригадами все меньше и меньше доставляются пострадавшие. И если посмотреть количество случаев госпитализации, то, конечно, большинство, львиная доля пострадавших доставляется в травмоцентры первого уровня. Это очень хорошо. Почему? Потому что если мы потом рассматриваем летальность пострадавших с сочетанной травмой, то хорошо видно, что летальность в травмоцентрах первого уровня гораздо ниже, чем в травмоцентрах второго уровня. Все-таки эти пострадавшие должны попадать в травмоцентры первого уровня. То же самое это касается и летальность при травмах, сопровождающихся шоком в травмоцентрах Санкт-Петербурга в 2015 году. Обратите внимание, насколько летальность выше в травмоцентрах второго уровня. И если брать показатели летальности в травмоцентрах первого, второго уровня и в других стационарах, вот обратите внимание, какая разница. И просто слайд показывает, где нужно лечить подобных пострадавших. Частота повреждений по отдельным анатомическим областям. Как правило, страдает больше всего, уже тоже говорилось, грудь, голова и живот, и таз. Соответственно, если смотреть по структуре повреждения головы, больше почти 50% это ушибы головного мозга тяжелой степени, которые, разумеется, должны лечиться в травмоцентрах. Частота инфекционных осложнений. Это следующая глобальная проблема лечения сочетанной травмы. 97% пострадавших проходят через пневмонии, 37% через тяжелый сепсис и другие осложнения. Наиболее частая причина летальных исходов при сочетанной травме, как Игорь Маркилович говорил, это шок и кровопотеря. На втором месте это инфекционные осложнения в виде сепсиса, и остальные осложнения уже разделяют равномерно. Какие у нас есть проблемы? Как я сказал, у нас основная проблема заключается в том, что действующий статистический инструментарий не позволяет учитывать сочетанные травмы. К сожалению, мы отдельно можем вести учет, а конкретный учет сочетанной травмы до сих пор его не существует. До сих пор нет четкого электронного регистра политравмы в Санкт-Петербурге. Каждая больница, каждый стационар считает по-своему, и даже показатели вот этих вот и летальности, и поступления, они разнятся существенно. К сожалению, статистические данные у нас не очень четкие. И третье, как всегда, проблема – это деньги. К сожалению, на сегодняшний день финансовое покрытие средствами ОМС, пострадавших с сочетанной травмой, недостаточно, не хватает средств. Какие проблемы требуют разрешения? Прежде всего, реализация программы, о которой мы говорили, комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Если все будут ездить 40 км в час, все будет хорошо. Создание единого протокола для Российской Федерации по оказанию специализированной помощи пострадавшим с сочетанной травмой. Оптимизация догоспитального лечения. Катастрофический дефицит специализированных противошоковых бригад. Среди совершенствования медико-экономических стандартов. И обязательная тарификация оказания медицинской помощи этим пострадавшим. Оптимизация статистического инструментария учета сочетанных травм. Апробация и внедрение электронной системы мониторинга. Улучшение системы реабилитации реконолесцентом. Разумеется, применение авиации – это хорошо. И сейчас без этих слайдов как-то не обходится ни один доклад. Садятся вертолеты прямо практически на дорогу и доставляют нам пострадавших. Но, честно говоря, где-то половина из этих пострадавших могут пешком из вертолета дойти до травмоцентра первого уровня. И это немного раздражает прямо. Я уж не знаю почему, но вот так. И все-таки лечение вот этих пострадавших – это командная работа. Спасибо большое за внимание. В чем Парфенов держит. Спасибо. 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 Спасибо.